На земном шаре не так много птиц, которые одинаково хорошо чувствуют себя в трёх стихиях – под землёй, в воде и в воздухе. Зимородок – один из них. Вода этим птицам нужна для пропитания. В земле они роют норки и разводят потомство. Ну а в воздухе демонстрируют настоящие чудеса полёта. Селятся зимородки возле водоёмов с проточной и чистой водой. Норки роют в отвесных песчаных или глинистых берегах. Предпочитают уединённый образ жизни. Не любят не только соседство с человеком, но и с другими птицами. Хотя гнёзда ласточек, береговушек и щурок могут находиться довольно близко – на расстоянии нескольких десятков метров. А вот гнездо сородичей не ближе трёхсот. Длина норки от 50 сантиметров до одного метра. В конце хода находится круглое расширенное пространство, в котором выводится потомство. Нора ничем не выстилается. В выводке обычно от пяти до восьми птенцов. У нашей пары вывелось пять. Любимой пищей зимородков является мелкая рыбёшка. Наши зимородки ловили в основном пескарей и мелкую плотву. Несмотря на то, что взрослая птичка размером с воробья, за световой день она может съесть 10-12 рыбок. А когда кормит птенцов, улов возрастает в полтора раза. Потомство достаточно прожорливо. Родителям приходится рыбачить целыми днями. Зимородок караулит добычу, сидя на ветке над водой. Выбирает для засады самые тихие уголки, в которых очень трудно его заметить. Если атака прошла безрезультатно, он продолжает поджидать жертву на той же ветке. Поймав рыбу, стрелой несется в свою нору. Скорость полёте он может развивать до 70 км в час. И даже быстрому ястребу не просто поймать столь стремительную птицу. Всё это делает зимородка очень непростой добычей для пернатых хищников. Стремительно влетая в нору, зимородок семеня коротенькими ножками, добегает до пещерки и отдаёт рыбёшку очередному птенцу. Рыбёшка отправляется в рот отпрыска головой вперёд. Иногда рыба бывает размером больше, чем сам птенец и наполовину торчит из клюва. Особого неудобства при этом малыш не испытывает. И рыбёшка, постепенно перевариваясь, в конце концов, целиком исчезает в его утробе. Если с рыбалкой приходится туго, зимородок охотится на головастиков, речных жуков и насекомых. Ловит даже мелких лягушек. При проведении съёмки взрослые птицы какое-то время не могли привыкнуть к яркому освещению и пытались атаковать объектив, а также охотились за летающей мухой. Но очень быстро привыкли и жизнь норки потекла своим чередом. Отличить нарузимородка от жилищ других животных несложно. Из неё всегда дурно пахнет. Дело в том, что птичка эта не очень-то чистоплотна. Со временем на дне гнезда накапливается слой из рыбей чешуи, раковин моллюсков, костей и прочих отходов. Взрослые птицы не выносят помёт птенцов и более того, сами испражняются в гнезде. Всё это смешивается с костями и остатками гниющей рыбы, что порождает устойчивый неприятный запах и становится желанным домом для мух, личинки которых просто кишат в подстилке. Птенцы покидают родительский дом приблизительно в месячном возрасте. Родители после этого ещё некоторое время заботятся о них. При благоприятных условиях пара зимородков может воспитать в сезон два выводка. Пока самец докармливает птенцов, самка насиживает новую кладку. Все птенцы к середине августа подрастают и способны на перелёты в тёплые края. После окончания тёплого сезона пара распадается и на зимовку птицы летят по отдельности. Но с наступлением весны пара воссоединяется и заселяется либо в старую норку, либо делает рядом другую. И хотя название этой птицы зимородок к зиме она не имеет никакого отношения, существует несколько версий его появления. Наиболее распространённая, искажённая от слова землеродок, ведь птицы появляются на свет в земле. Несмотря на кажущуюся плодовитость, количество зимородков ежегодно сокращается и причина кроется не в естественных врагах, которых у этих птиц почти нет. Главной причиной является человек, уничтожающий их естественную среду обитания. Именно из-за его деятельности птицам всё труднее найти чистый водоём с проточной водой. Поэтому люди должны сделать всё возможное, чтобы сохранить популяцию этого удивительного создания на прежнем уровне. Субтитры создавал DimaTorzok